Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Блядь свиноёб, что ж ты наговоришь здесь? Вот причём все говорят, что у меня очко будет люто гореть, то есть я уже, блядь, как бы в предвкушении, я пока не бачил, ну, ну я не знаю, ну чё он скажет, блядь, ну какую-нибудь хуйню, тоже, блядь, про engagement рейд, я вижу, что он в описании пиарит жопного клитора этого дурачка, блядь, ванючего. Ребят, про engagement рейд, вот всё, что вам, блядь, надо знать про engagement рейд, это что вот здесь, вот эта вот хуйня, вот она, блядь, бэт, ёпта, у тех даже, кто в тренде находится. Вот типа, блядь, я не знаю, на каком сайте он этот, блядь, рейд нашёл, что это за хуйня, что это за говно, блядь, вообще поносное. Мне кажется, любой вот, ну там, окей, не самый первый из трендов, ну вот этот видос, допустим, там открыть, я не знаю, ну какое-нибудь там вот, 28 место вкладка в тренде, 100 тысяч просмотров, вовлечённость, вовлечённость аудитории, бэт, блядь, типа, понимаете, нахуй, там, длительность просмотра, глубина, пизда, вот это вот всё говно, оно, блядь, низкое. По этой хуйне мерить нельзя, блядь, мерить успешность канала можно по деньгам, и всё, и больше никак, блядь. Либо, ну там, я не знаю, по количеству просмотров канала в день суммарно можно измерить популярность, но популярность это, блядь, вообще хуй знает это десятое дело, потому что нахуй, вот, блядь, нахуя быть популярным, если тебя знает целая куча школьников, от которых ты, блядь, вообще денег не соберёшь. Вот меня, например, бы, если бы знал, миллион школьников, ну и чё, блядь, лучше, чтобы меня знали, ёпта, тысячи, нахуй, директоров Газпрома. Так что, блядь, давайте смотреть. Вижу донат, спасибо большое, но давайте уже посмотрим с иноёбчиком, потом уже. Ну, здравствуйте. Здорово. Дорогие друзья, с вами снова гитарист Разумный, подписывайся на мой убойный канал и башь на колокольчик. Здесь говорят только правду, исключительно правду, и здесь любят своих подписчиков. Ооо, я помню, как он любит своих подписчиков. Я вас очень люблю. Стоп, за***л этот трек, нужно что-то другое. Нет, не подходит. Нет, ещё. Стоп, я, кажется, нашёл то, что нужно. Да, это то, что нужно. Ебашим убойный контент. Музычка. Сегодня вас ждёт очередная порция убойных фактов. И расскажу я о том, как главный фанерщик гитарного Ютьюба обманывает свою публику о своей популярности и накручивает лайки и подписчиков на свои видео. Показывай. Я провёл исследование и готов им с вами поделиться. Давай. Это исследование и изучение графика подписчиков, а также показатели видео. В начале лета 2019 года я сделал скриншоты в момент резкого и большого появления подписчиков на канале фанерщика. Ютьюб устроен таким образом, что когда вы выкладываете видео, и оно собирает много просмотров, оно начинает появляться в рекомендациях Ютьюба. Нихуя не логично, он сказал. Совсем не так. Как видео может набрать много просмотров до того, как оно, блядь, попало в рекомендованное? Если ваше видео набирает много просмотров, оно попадает в рекомендованное. Ты чё, блядь? Типа... Блядь... Чувак, если ты правильно назвал видео, подписал там описание, теги и прочее говно, но если тебя смотрят до конца, вот как раз если у тебя вот этот вот ебаный рейд, блядь, как раз есть, вот тогда ты вылезаешь в рекомендованное. И тогда как бы тебя смотрят. Но как бы если ты не говно, тогда уже у тебя еще, на тебя еще и будут подписываться. Даже не то, что не говно, а если, если хотят еще, ну, следить, что ты делаешь. В наш канал Густец, и у вас появляются новые подписчики. После выхода видео под названием Осторожно. Фред-гитарист Антона Парина, несмотря на то, что видео оставалось в сети всего какие-то сутки или двое. Следующие несколько месяцев его очко горело, словно олимпийский огонь. От него отписывались каждый день. Ну, откуда информация про то, что очко горело, словно олимпийский огонь? Насколько я знаю, Фреду было вообще до пизды, блядь. То есть он, насколько я помню, говорил что-то типа, ну окей, значит, типа, говно отписывается, остаются, типа, элитные чуваки, которым пихонь. Но да, действительно, там, ну, блядь, не несколько месяцев. Несколько месяцев это вообще пиздеж полный. Я помню, что там у Фреда чуть-чуть не хватало до 80 тысяч. Ну, вот тут как раз видно. То есть у него было почти 80. И сейчас я найду графоний, надеюсь. Total Subscribers. Блядь, ну тут он по месяцам все равно рассортирован, так что так еще и не поймешь. Нельзя посмотреть за тот момент. А, вот, Total Subscribers. А, ну вот, ну, короче, блядь, чуваки. То есть, о боже, у Фреда был, Фреду, каналу Фреда был нанесен невозможный ужасный урон. Вот такой темп роста подписчиков Фреда. Вот обычный, ну там, грубо говоря, вот, там вот здесь вот 72, здесь 75. Вот там вот, не знаю, вот кто-то, видимо, там человек 200 из-за чего-то отписались. Ну и дальше потихонечку идет, идет, идет. И после выхода видео Антона Опарина, о боже, какое ужасное падение. Вот, вот это, вот, вот здесь, вы видите? Вот, то есть вот где вот была как бы вот та вершина. И вот здесь, вот это Фред упал на самое дно. Опарин его просто, просто выебал. Просто поимел как последнюю вообще девчонку. Просто уничтожил. То есть, еще раз, вот здесь 80, здесь 70, там 60, 50, 40, 30. Вот здесь где-то вот, вот примерно на таком уровне сейчас нахожусь я. Вот где-то здесь, где 20 тысяч подписчиков. Где-то там же примерно, может, Антон Опарин. Где-то там же, нет, еще ниже раза в два. Гитарист разумный. И прям на самом-самом-самом днище жопный клитор, блядь. После этого Фред выпускает видео про Кирка Хэммета. И за коротейшее вообще время набирает огромное количество просмотров. Около 500 тысяч на том видосе. И, соответственно, огромное количество подписчиков. И спокойно продолжает развивать канал дальше. Это не накрученные люди. Накрутку я, блядь, уж поверьте, распознаю. Не знаю, как вам доказать это. Сейчас найдем видос. Ну, блядь, чуваки, количество активности, количество комментариев на этом видосе. Лайков к дизлайкам соотношение. То есть видно, что как бы дизов дохуя. То есть там живые люди, блядь, бомбят своим очком. При этом большое количество также и лайков. 1800, ну я не знаю, зайдите на любой другой видос и сверьте показатели. То есть если они там не на порядке отличаются. Вот там, пожалуйста, Глеб Олейник. Открыли рандомное видео Глеба Олейника. То есть полмиллиона, примерно 2000 и примерно 12000 лайков. У Глеба Олейника, соответственно, 25000. Ну, то есть там лайков много, ну, комментариев. Я сейчас, блин, не смотрел вот специально. Если здесь 500000, 500000 и 1800 комментариев. Ну, правда, Фред еще мог позабанить кучу, блядь. 500 и 2000, 250 это 1000, 25000 это 100. Но я думаю, у Олейников все-таки 200, может 300 даже. А, ну вот, 356. То есть побольше комментариев все-таки на канале. Вот. Ну, конечно, нет дизов. Вот. Так что, ну, блядь, чуваки. Накрутка не может так выглядеть. Вот, типа, накрученные комментарии, ну, я не знаю, вы, блядь, видели когда-нибудь накрутку? Их видно. Представляю, как разъебашит Юрий Лоза. Юрий Лоза вам не родственник. Это живые комментарии, это видно. Тараторилка, вот там человека бесит что-то, пожалуйста. Вон там заходим, куча лайков он собрал. Типа, Фред накрутил ему лайки или что? Вот у него там... Это, видимо, даже его видосы, которые он сам выложил. Пожалуйста, можно посмотреть, убедиться. Хотел написать хрень почтения. Это живые люди. Вот я. Ладно. О боже, какая беда, невозможная беда. Ну, я вам показал статистику. 150 человек. Иногда больше, иногда меньше, но стабильно. Потом от него начали отписываться и подписываться одинаковое количество в сутки. Поэтому в среднем дневная статистика показывала 0 подписчиков. Минус 15. Плюс 10. Минус 30. Всем видеофанерщика отгружали тонны дизлайков. Но в один из дней ни с того ни с сего. На него начали подписываться по 200 человек в день. По 300. Обратите внимание, что количество просмотров его канала на YouTube в этот момент не выросло. А даже упало. Также в эти дни не выходило новых видео на канале. Но вдруг 4 месяца минусов всего за один день изменились. Всего за один день. И стабильный начал прибавляю. Ну, дату. Дата где? Вот где дата? Где? Какого именно это числа было сделано? Где пруф, что это не монтаж, блядь? И не фотошоп? То есть, вот тут написано Monday, Tuesday, who's the day. А где, блядь, дата? То есть, когда это? Я могу тоже такое нарисовать, что вот, смотрите, гитарист разумный накрутил себе подписчиков. Вот у него там такого-то числа не выходило ничего. Вот это, может быть, он вообще свою статистику как раз и показывает, гитарист разумный. Вот здесь. Вполне похоже. А, ну только цифры поменять надо. Вот там на... 0 тысяч там или сколько? 3 тысячи на 79, чтобы на Фреда было похоже. Где пруфы, что это вот, блядь, оно? Такс... Когда было, значит, 78,517. Ищем, где это было. 78,517. Да тут нет такого. Блядь, чуваки. Ну тут, ну я не знаю. Ну типа, как я должен в это верить? Еще раз. Фред-гитарист. Social Blade. Monthly. Да? YouTube channel. Смотрим. Его канал? Его канал. Только правда. 90 тысяч подписок. Вот, ноябрь 18-го. Вот это когда было, вообще, подождите. А, блядь. Может, это еще раньше было? 79,500. Ну тут нет такой цифры. То есть вот нет такого, что в нижнем пороге где-то находится 78,517. Просто такого нет здесь. Вот здесь вот отсюда начало расти. Вот здесь, может, где-то? June. А, нет, стоп. Почему? Это было год назад. Окей, где это? Где? Где это? То есть, чтобы было... Вот тут разве что, я не знаю. Ну и... А где здесь отписки тогда? Здесь все было примерно ровно. Блядь, ну я помню. Ну, короче, чуваки, ладно. Я не знаю, блядь. Это хуйня какая-то. Где он это нашел, блядь. В начале лета не было срачей, не было новых видео, ему отгружали дизлайки. Но когда ему надоело терпеть сильный хейт, он начал покупать подписчиков. Но забыл, что надо покупать не только подписчиков, но и просмотры и лайки. И еще не забывать про количество комментариев. И такие же аферы были замечены за ним ранее. Еще более убойные доказательства. Чуваки, я не знаю, как с этим спорить, но просто я не могу с этим спорить, потому что я не вижу доказательств тому, что так было. То есть, смотрите, было 78,517 и через 5 дней стало 79. То есть, 1000 подписок за 5 дней. Здесь промежуток везде в неделю. Где здесь прирост в 1000 подписок? Вот есть 77,800 и 78,700. Здесь цифры другие. Вот здесь 70... А, ну... Нет, здесь 78 и 79. А здесь у меня показано 77 и 78. Июнь, 12 число. Я сейчас поищу, что в то время вышло на канале. Специально для вас. Где вообще здесь вот вы видите? Это еще раз. Это вот, блядь, я показываю сейчас в прямом эфире, где на этом настоящем графике, который невозможно подделать. Вы видите число 78,500. Допустим. При этом, чтобы до этого типа шли отписки. 78,500. Где? Вот здесь может быть? Но после этого нет 79. А вот, вот здесь. Хорошо. Это может быть вот здесь. То есть, если он показывает вот этот вот период, значит, это февраль 19-го года. Возможно, вот здесь, когда он что-то выпустил, он выпустил один какой-то видос. После этого видосы люди отписались. А дальше продолжились подписки. Допустим, я не знаю, я сейчас попробую найти какое-то объяснение. Хорошо. Но просто я не понимаю даже, когда это было. То есть, он показывает? А даты, блядь, где? Где даты, сука? Что это? Февраль? Хуяль? Или это вообще фотошоп? Ничего же, блядь. Вот меня чё дико бесит, блядь. Вот реально, от чего у меня горит очко? Правильно вы предсказали, что у меня очко будет гореть. Что этот долбоёб никогда не показывает доказательства. Он показывает какую-то хуйню, но он не показывает то, что эта хуйня настоящая, блядь. То есть, вот он показывает датчики в Sony Vegas. А где доказательства, что это, блядь, видео Фреда вообще, а не Never Gonna Give You Up? Вот он показывает вот эти цифры, где, блядь, пруфы, что это скриншот Social Blade'а, а не, нахуй, рандомная прифотошопленная хуйня. Листво накрутки было замечено с некоторой... То есть, отписки, вот такие отписки, они могут быть связаны с выходом новых видео. Иногда люди из-за новых видосов не отписываются, а только отписываются наоборот. То есть, в тот период, вот если это февраль, вот я смотрю февраль, у Фреда выходит... Сейчас давайте пораньше посмотрим, что там было. То есть, откуда подписки могли идти изначально. Когда у парня вышел видос, я не знаю. Ну, тут у Фреда выходит всякая залупа, которую, понятное дело, там на ней подписки не набираются. Это для своей же аудитории делается. То есть, может быть, из-за Джейс там вот что-то вышло. Плейтру вот эти пошли. Плейтру это одни отписки. Это очевидно, что Плейтру нужно, как бы, я не знаю, типа, просто чтобы они были на канале. А не для того, чтобы набирать популярность. Вот там что-то... А, вот! То есть, вот смотрите, вот тупейшие гитарные отмазы 8 месяцев назад. Когда это вышло? Январь. Все, пожалуйста. В конце января, прямо перед февралем, выходит видео. 60 тысяч просмотров. Достаточно крупное. Приносит немного новой аудитории. Может быть, топ-5 предъяв хейтеров тоже. А дальше выходит, как бы, блядь, типа... Ну, вот, да, там, вот этот, может быть, принес подписки. Экспресс-стрим, Плейтру, Барабанщика посмотрели, я думаю, все равно поклонники в основном. И вот, как бы, здесь, конечно, очевидно, что от этих видосов, не тематических, то есть, не то, что люди ожидали от канала, из-за них могут быть отписки. То есть, да, из-за видоса Опарина, конечно, тоже они были, я не отрицаю. Но вполне может быть, что, допустим, одновременно с тем, как с этим видосом, допустим, идут подписки. То есть, допустим, 500 человек каждый день подписываются из-за этого видоса, пока он только вышел. Но при этом, там, не знаю, первый день 600 отписывается, и поэтому идет отрицательная статистика. А второй день только 200 отписываются. И, соответственно, идет положительное сразу же. Плюс 300. Вообще, это еще может быть лаг Ютуба легко. Вообще легко. Вот эти просмотры, дальше, какой еще может быть прикол? Почему такие могут быть просмотры? Я сейчас до меня доперла. Вот смотрите, вот это вот красное. Что это такое? Это Фред-гитарист скрыл видос. Если ты скрываешь видос, то Ютуб как бы это вычитает. То есть, допустим, просмотры могли набираться, но там что-то было скрыто. То есть, миллион может быть причин, почему, даже если это настоящая статистика, на самом деле она не репрезентативная. Свиноеб, блядь, сука. Короче, чуваки, вот ровно такие же доказательства у него про фанеру там или про накрутку Фреда, как у меня доказательства, что он свиноеб. То есть, в чем прикол, что он свиноеб? В том, что, блядь, его доказательства ровно такие же. Когда ему уж больно было нужно показать своей глухой и тупой аудитории свою охуеванную популярность. Если вы покупаете лайки на разных ресурсах, то часть такой накрутки Ютуб системно опознает как ботов и бывает. Списывает до 20-30 процентов. Но в такие моменты его легко поймать. Я этого не знал, когда заметил это, но на всякий случай сделал скриншот. Зато зная сейчас... Докажи, что это скриншот. Раз и могу продемонстрировать вам. 6 июня главный гитарный пидрик пустил видео. Оно стало очень популярным. Ладно, якобы популярным. Но на самом деле оно было нужно всем не больше, чем все его жухлые лживые визы. Давайте взглянем на мои июньские скриншоты. Когда я сделал первый скрин, просмотров было 30 тысяч. Скоро на этом видео стало 45 тысяч просмотров. Где доказательства, что это не, блядь, фотошоп, сука? Где доказательства? Я могу эту хуйню нарисовать, блядь, прямо сейчас про гитариста разумного. Прилепить сюда вот так вот слева его канал и типа там написать накрученная популярность гитариста разумного. И показать там, что вот здесь столько-то, блядь. И здесь сделать на другую... Это же, блядь, сука, делается... Блядь, где доказательства? Ебаклак ты, сука, конченый. Если вы не обратили внимания, обратите внимание на количество лайков. Ой, блядь. По 30 тысячами их было 1900. А когда просмотров стало 45 тысяч, YouTube списывал ботов, их осталось 1500. Несмотря на то, что YouTube не списывает всю накрутку, можно предположить, что даже в этих 1500 с чем-то лайков половина или даже больше были накручены. Это факт. А то, что лаги могут происходить, нет. И то, что дизлайки тоже, блядь, там... А, нет, дизлайков добавилось вроде как. То, что у меня вот... У меня сейчас... На каждом стриме мы заходим, и лайки все время, блядь, не видно нихуя. Вот у меня сейчас показывает 14,2. Я вам, блядь, вот прям вот... Смотрите. Сколько... Вот, ребят, напишите, сколько у меня лайков и сколько дизов. А на другом скрине у меня показывает 7,0. Теперь 14,3. Вот, 15,5. А на самом деле сколько их? Сколько лайков и дизов? Напишите, пожалуйста, ребят, в чате. Потому что что-то какая-то хуйня, блядь. Вот сейчас я обновлю, там вообще что-то будет другое. Типа там, не знаю, 27,0, блядь. Или 16,5. Или это правда столько? 16,5. Ну, тогда, блядь, хули вы лайки-то не ставите. Охуели что ли, блядь? Хуйня какая-то. 40 зрителей, блядь, сидят. Даже лайки не ставят. Зато петучих хейтеров сразу встрепенулись. Заметьте, блядь. Только что было 2. И сразу они, блядь, такие... Ага! Он за нами следит. Поставим ему дизов. Пидрилы, блядь. Съебали нахуй! Ты, ничего не поделаешь. Вдобавок к этим на канале Джиппер Крипер, посвященному фанерщику, я нашел абсолютно такие же данные о клипе Джейс. Чуть не забыл. Подписывайтесь на канал Джиппер Крипер, как подписался я. Ебаш на колокольчик, чтобы получать уведомления о его новых видео. Хули вылупился, ссылка в описании. Ебаш. Там есть познавательные видео. На канале Джиппер Крипер, посвященному фанерщику, я нашел абсолютно такие же данные о клипе Джейс. Фанер-гитарист Фит Равдина. Фанерщик был пойман за пиздежон. После увеличения количества просмотров, количество лайков было списано Ютьюбом. А это было год назад. А значит, он занимается этим уже... Ну просто, когда я знаю, что это, блядь, без пруфов. Ну даже если так и было, ну а без пруфов, кому она нахуй надо, блядь? Только говноеды съедят. Ну, они съедят. Вот съели, блядь, пожалуйста. Очень давно. Это можно назвать убедительным доказательством, что популярность фанерщика тоже фанерная. Вся известность фанерщика всегда была лишь в его больной голове. Теперь еще фанерщик. Да, вся известность его была в больной голове. И поэтому ты, кретин ебаный, блядь, ему посвятил свой канал полностью. На канале хейтеров Фред-гитарист. То есть канал полностью посвящен только хейту, блядь. На нем почти 10 тысяч. Нихуя себе, блядь, популярность фанерная. Подружеская обосрала игру рифов Сергея Головина. Что Сергей Головин не умеет играть рифы, как фанерщик. И не сможет играть в ударку с такой же точностью и злостью. Уй, ебаный. Ты не можешь попасть в метроном до 60 миллисекунд. И я предоставлял убойные тому доказательства. Да, 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 да. Я помню. И доказательства, еще раз. Доказательства, которые он представлял, точно такие же, вот как всегда. А теперь вот таким образом принижаешь Головина после его интервью твоему каналу. У***. Хочу напомнить, как ты сам говорил, что 30 миллисекунд это крах тайминга. Тайминг все-таки такая вещь, ну, как бы миллисекундная, да. То есть там человек промахнулся, там даже пусть будет на 30 миллисекунд. Это плохо, ужасно, фатально, но это хотя бы тайминг. Где доказательства, что хуйня на скриншоте, это видео Фреда. Я могу, блядь, взять любую аудиодорожку, сам ее записать, подставить картинку вот так Фреда и сфоткать в этом, в ебаном, блядь, в Сони Вегасе. Ну хуя это смотрю? Ну я реакцию снимаю, 44 зрителя, как бы мне пришли. Еще раз напомню, что именно торопление после паузы сам фанерщик относил к недо... Да, Лебединцев, Лебединцев нормальные доказательства предоставил. Лебединцев по факту. Этот долбоек конченый, блядь. Ребят, у Лебединцева 2000 в отписок, у этого говна 10. Не услышал торопление почти в 50 миллисекунд в новой пахлыве. Я хотел тебя спросить, все равно, когда играешь вживую, ты за счет того, что нарабатываешь технику, автоматически начинаешь играть лучше. Но ты никогда не сыграешь идеально. Какие от грехи в технике ты считаешь более-менее допустимыми при живой игре, а какие совершенно недопустимые топ-3, можешь сказать? Топ-2, наверное, это когда вообще не попал барабан, когда дичайший залетел вперед, особенно если есть пауза. Какая-то остановка, пройду, остановилась. Потом эффектная какая-то такая взрывная штука после этого, а гитарист, допустим, раз там изжужал сильно раньше. Это, наверное, номер 2 в этом таком топе. В этом видео мы в очередной раз доказали, что фанерщик накручивает просмотры на своих видео, накручивает лайки и накручивает подписчиков. Также еще раз подтвердили, что фанерщик не может попасть в барабан до 50 миллисекунд, хотя сам называл цифру 30 миллисекунд фатальной ошибкой, а в новой пахлаве не попадал до 50. При этом играл и с опережением, и с опозданием, а значит это не может быть ошибкой звука с камеры. В этом случае аудиодорожка торопилась бы равномерно. Вот как-то так. Дорогие друзья, подписывайся на мой убойный канал, ебашь на колокольчик. Увидимся в новых убойных видео. Всем удачи и пока. Развивайтесь, неучи. ГР спиздил аргументы и нарезки Лебединцева, в итоге Андрея забанил. Да, ГР забанил Лебединцева? Так он еще и ворюга ебаный что ли получается, помимо того, что свиноеб. Короче, блядь, полную реакцию я выложу, я не знаю на самом деле будет ли ее вообще интересно смотреть, я сейчас сделаю просто короткий конспект. Так что далеко не расходимся. Сейчас все, блядь, разложим.